Всем привет дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Дженикус Серега Линк, он же известный МКшник и товарищ Виктор, известный как любитель и коллекционер ретро-консолей, ретро-игр, который уже ознакомил нас с Sega Saturn и с NEC PC Engine. И сегодня он решил нас с Сергеем порадовать очередным творением, до серии, ну лично мне не очень известным, поэтому, Виктор, тебе слово. Так, ну сегодня я пришел с приставкой, которая называется Nintendo GameCube. В общем-то, с этой приставки началось мое увлечение старыми игровыми приставками. Однажды Сергей, с подачи Сергея, он мне упомянул такую игру, легенда о Зельде, Twilight Princess, Сумеречная принцесса. Я к тому времени уже немного знал серию этих игр, вот. Но когда я именно Сумеречную принцессу увидел, я, конечно, был потрясен качеством этой игры, масштабами ее. И во что бы то ни стало, я захотел в нее поиграть. Естественно, приставок у меня не было, я настроил эмулятор. На эмуляторе работало все это не очень хорошо. Я понял, что мне нужна приставка. К своему великому удивлению, на местном форуме объявлений, я увидел, что продают GameCube. Один и единственный. Я даже не ожидал, что у нас в городе кто-то будет продавать. Кстати, привет, Виталий. Спасибо тебе за GameCube. Спасибо, что продал GameCube. Я получил прекрасный Паловский европейский куб в хорошем состоянии, в большой и богатой комплектации. Точно такой же, как этот. Это, кстати, не та приставка, это уже вторая. Просто я немного потом уже захотел изменить конфигурацию своей приставки. Но он был точно такой же, вот такого цвета Индиго. Это самый распространенный цвет в приставке. И принцессу я все равно не мог поиграть. Потому что игр в городе не продавалось на куб совершенно никаких. Одну единственную игру я в Матрице нашел. Эта игра выходила на старте. Называлась Luigi Mansion. Она у меня сейчас есть, но я потом попозже найду. Где-то здесь она в куче лежит. Оказалось, что приставка хоть и чипованная, но диски, которые она читает, нужны специальные. Она читает только 4 вида дисков. И у нас в городе их не продавали. То есть на какой бы диске я не записал игру, приставка его не читала. Я тогда нашел одного человека, которого зовут Илья, он же в Казани. Очень известный, кстати, на форуме G-Bix. И он мне прислал штук 200, наверное, чистых болванок. На эту приставку я стал записывать все. Ну и добрался, наконец, до своей самой любимой игры. Сейчас я ее покажу. Вот она. Zelda Twilight Princess. У меня американское издание. Я специально искал именно американское издание, потому что в NTC играх можно в некоторых включить HD разрешение. Ну или 480p разрешение. Прогрессивное. Самое качество картинки самое лучшее. Ну, куб сам по себе это очень маленькая приставка в виде кубика. Такая очень приятная на вид. У нее есть ручка, кстати. Да. Особенностью этой приставки является то, что диски на нее идут не стандартные 12 сантиметров, а мини-DVD полтора гигабайта 8 сантиметров. Так, ну, подключим ее? Да, давайте подключим, посмотрим. Кстати говоря, Линк, скажи, ты свой никнейм взял в честь главного героя серии? Да, это так. А тебе не смущает, что главный герой серии вроде бы Линк, а повсюду, везде только Зельда и Вина? Ну, я тебя смущал, да, я не понимал, что за Зельда? Ну, там, до новичеки, да? Зельда — это принцесса, которую он спасает. Да, это как бы из части в часть. Хотя, есть две игры, в которых играешь непосредственно за Зельду, а не за Линк. И уже спасаешь, наоборот, Линка. Ну, это уже другая история. Так, я сегодня, к сожалению, забыл взять родной джойстик от этой приставки. Он точно такого же цвета, как консоль. Вот. Но мы будем использовать еще один родной джойстик. Он продавался отдельно, он ничем не отличается, кроме того, что у него удлиненный кабель. То есть, у приставки, у джойстика, который идет в комплекте, кабель покороче. Обращаю внимание, что изначально в приставке 4 порта для Joy. То есть, она предполагает, что можно до 4 Joy воткнуть. Да, и два слота для карт памяти, так же, как на PlayStation. Ставим оба, на всякий случай. Так, включаем приставку. У этой приставки все подчинено ее названию. Сейчас вы увидите, что меню у нее тоже кубическое. Я еще по записи не нажал. Так, вот мы видим меню. Здесь можно установить дату и время. А, то есть мы вот управляем вот этим кубиком, да? Да, это меню. Здесь можно управлять картами памяти, копировать, переносить, удалять. Две карты памяти можно воткнуть. Опции, стерео, режим вывода звука или моно. Ну и настройка экрана. Неинтересно. Здесь, ну, сейчас диска нет. С чего начнем играть? Ну, давай с чего-нибудь такого известного, так сказать, и популярного. То, что на GameCube знают. Ну, вообще GameCube, когда он появился и когда, ну, во время его жизни, самое, конечно, ценное, что на него выходило, это серия игр Resident Evil. Вот, у меня, я принес несколько игр из этой серии. Для меня, на удивление, неожиданный ответ. Да, это... Потому что я-то ожидал, что слышишь что-нибудь типа Зельда, Марио и что-нибудь Медметро и там, и что-нибудь подобное. Тем не менее, это так. Знаешь, как в одно время говорили, за куб с полным комплектом всех частей Resident Evil можно было убить. Ну, у меня не полный комплект, у меня не хватает второй и третьей части. Выходил здесь переиздание первой. Его еще называют ремейк. Да, по-моему, ремейк? Да, реберс еще, по-моему, и по-моему. Реберс, да. У меня есть Resident Evil 4, последняя часть выходившая на этой приставке. Resident Evil Zero. И код Вероника X. Давай поставим первую часть. Просто посмотрим, ну, потому что все, многие же знают эту игру, да, как она выглядит на кубе. У меня, правда, пал версия. Вот. Она, кстати, выходила на двух дисках. Вот, небольшой недостаток куба. То, что, когда у всех были обычные DVD у конкурентов. А конкуренты, кстати, куба, это Xbox. Это Xbox Original. И Xbox 2, шестое поколение консоли. Ну, на шестом поколении все-таки царство PlayStation. Да, безоговорочно. Но, технически, самая мощная приставка была Xbox. Да. А куб стоял на втором месте. Да, посередине. Я предлагаю тебе поиграть. Ну, блин, ну, давай. Джойстик часто признается самым удобным джойстиком среди всех приставок. Ну, не все, конечно, с этим согласны, но, тем не менее. Он очень необычный. На примере вот этого, Джой, я покажу. Я здесь два стика, соответственно. Один аналог, я знаю. И вот такая вот необычная форма кнопок. Непривычная для таких людей, как я, которые не привыкли. Ну, и два шифта. И причем справа еще одна кнопка. Шифта аналоговая? Шифта аналоговая. Шифта аналоговая. Да, ну, стик левый аналоговый, а правый цифровой. Восьми позиционных. Знаешь, по первому ощущению напоминает от Беллшеб 4. Почему-то вот с этой вот плаковиной. По ощущениям. Ну, я вот так первый раз удержу, и у меня, в общем-то, есть такое ощущение. В принципе, пока удобно. Единственное, что мне лично не нравится. Тут одно единственное в этом джойстике. У него очень маленькая крестовина. Вот. И не всегда удобный, знаешь, платформеры. Но платформеров на кубе почти нет. По крайней мере, таких классических. Что удивительно, потому что Nintendo славится своими платформерами, которые на них выходили. Кирби, Кирби... Кроме, Кирби был не на него. Серьезно не было. Ужас. Только на Вики. Ну, да. На Ви она была эпичной. Там две эпик. Прямо. Кирби эпик какой-то стоит. Эпик Ян. Да. И Кирби обычный. Игра Марио есть, но нет в основной серии. Например, New Super Mario Bros. Вообще нет ни одной части. Вместо этого на кубе выходила Mario Sunshine. Это 3D-адвенчура от третьего лица. В которой нужно бегать как бы по городу. И с помощью воды смывать краску, которую злодей как бы заливает в горд. То есть игра показывала технический возглавь. Да, игра Кирби. А, ну, все. Я думаю, что ты рассказываешь. Ну, мы рассказываем. Игра Санчери. Пока мы тут рассуждали про Марио, Серега умудрился слить там что-то там низкой жизни уже. Так, ну, я не... Ну, это всем известная, так сказать, фишка вселенной Resident Evil, когда тебя сразу в лоб сталкивают с тем, что на тебя нападают зомби, и ты пока определился, какие кнопки что делать, он тебя уже съел. У меня ту часть я проходил на эмуляторе, кстати, да, еще когда она не была. По-моему, сейчас есть эта часть на русском языке. Да, ну, да, она уже есть. Вообще, кстати, Куб официально не продавался в России, и поэтому официально нет ни одной игры на русском языке на Кубе. О, вот это новость. Для меня несколько... Но есть фанатские перевозы двух частей «Зельда», «Винд Вейкер» и «Юлая Принцесса». Я обязательно об этих играх расскажу попозже. Вот. И, по-моему, перевели какой-то из ингредиентов. Так, сейчас разберемся с управлением. Итак, это что? Какая часть из них была? Это первая. Первая часть? Ремейк первой части. А, тот самый ремейк первой части. Вы помните, первая часть была... Отличалась тем, что это был жесточайший survival в свое время. Соответственно, мы сейчас играем в это переиздание. Я, по-моему, в оригинал даже играл. Но я далеко не проходил. Знаете, что? Не очень удобный стик. Пока что. Кистовинин для СМО, я сейчас попробую. Да, наверное. Можно кистовинин, наверное. Так, мы играем за... Криса Рэйффорд. Криса Рэйффорд, да. Падаем в этот самый меншин, особняк. Как Рэйфкорд? Графика классная. Конечно, гораздо лучше, чем в оригинале. Нет, она была длинная. Здесь полностью 3DM перерисован. Все, перерисован. Даже они поменяли сюжет в лучшую сторону. Он был более... Работан. А, кстати, мультик начальному скипнули. Но там, по-моему, он как-то начинался в оригинале не так. Или я что-то путаю? Да нет. Так же. Так же, да. Но перерисован. Там, я так понимаю, аж и актеры были. Оригинальные. Немного трешово осмотрелось. А здесь все очень классно. Я не знаю, мне иногда кажется, что если так неопытному человеку показать, то он может подумать, что это PlayStation 3, по-моему, или... Ранее игра какая-нибудь. Ну, по мне, вроде. Не, но игра 2002 года, правильно? То есть ей уже сколько лет? 415 лет, да? А, ну она смотрится классно. Да, хорошо смотрится. Замечу еще раз, что разрешение у этой игры выше, чем стандартное у куба. То есть не 480, а 576. И, возможно, еще и это сильно играет свое, так сказать. Ну, куб... Здесь разрешение вообще зависит от региона игры. ПАЛ игры выходили в ПАЛ разрешение, НТС в НТС разрешение. Но там есть небольшая разница. В ПАЛ играх можно в некоторых включить режим 60 Гц, а в НТС играх, ну, тоже не всех, можно было включить режим 480p, но только при наличии специального компонентного кабеля, который сам по себе очень дорого стоит. Да. Очень редкий. Дороже, чем сама приставка. Да, дороже, чем сама приставка. Найти его сложно. Его цена в среднем около 100 долларов. Вот, по текущему курсу почти. Зато компонентный кабель с кубом делает что-то невероятное. Некоторые игры при включении 480p просто преображаются. Я потом покажу это на примере игры Star Fox Adventures. Разница огромная. Сейчас мы играем в Resident Evil ПАЛ версии, то есть здесь нельзя включить режим 480p. Я, видимо, выбрал трудную сложность, а не бывает, это правда тяжело. Да, наверное. Там просто непонятно, написано Hard Easy, там, Хайкинг и Монтенхлайдинг. Да, я сейчас... Я не понял, где какая. Вспоминая мои старые воспоминания, немногочисленные результативили. Вообще, я в серию почти что не играл, я вот в первую что-то погонял немного. И на тот момент она меня очень впечатлила. Вообще, если в этой части тоже сделали новое действие, ну, в ремейке, если зомби не отстрелять голову, не сжигать их, то они через какое-то время встал, но ты не делаешь. С когтями вы на тебя прыгать. И это усложняет игру очень сильно. А вот скажи, вот в ремейке здесь переделали, по-нормальному сделали эту головоломку с картинами? А что значит по-нормальному? А там она какая-то кривая была в оригинале, и потом ее переделывали уже во втором издании. А, ну я играл уже переделанное. Я играл в оригинале. Директор с конфессой, да, готовили? Переделанное. Я играл в ту, которая не переделывала. Там все так криво было и непонятно, что к чему, что ставить, какой порядок, там вообще какая-то чушь была на самом деле. Многие, я читал, потом на форумах жаловались на это, и как бы разработчики прислушались и исправили это дело. Я думаю, все здесь поправили или вообще переделали. Я не помню точно больше. Да, но графика хороша, конечно. Очень приятно смотреть на такое. Здесь, кстати, в приставке установлен графический чип ATI. Ну, ради он. Ну что, еще побродил немного по коридору и потом что-нибудь еще оценишь? Потому что игра достаточно долгая. Да, не долгая и не динамичная, и что-то все закрыто. Да, это не как в новых Resident Evil, где там сразу тебе наваливает экшен, боевик и там отстреливайся. Да, здесь атмосфера. Здесь, да, это... Мне вообще кажется, вот на первой части, ну, по крайней мере, первой точно, это скорее не экшен, а больше похоже на какой-то квест. Даже больше, чем квест, чем экшен, наверное. Да, ты прав. Особенно вот первая часть, да, ну, вообще. Вот такой непростой квест, да? Ну, все закрыто, да. Это ножи, вот эти ножи тоже на введении, есть гранаты и ножи. Да, я, кстати, ножи что-то не помню, что в оригинале. Не было в оригинале, то да. И с них можно экипировать тоже дополнительно, и если на тебя, например, уже набросился замкнутым, то он не будет какая-то... Я думаю, короче, давайте следующую игру. Чего-то там добавим. Я уже не помню, до чего. Так, ну, что мы следующей пойдем? Ну, ты, кстати, просил у меня Супер Смэйш Бразекс. Да. Милли, я никогда на кубе не играл в эту игру, специально вчера записал просто для тебя. Мы сейчас с Серегой, наверное, заценим, ну, наверное, величие, так сказать, того, чем там на его все восхищаются. До сих пор. Ну, естественно, до сих пор. Не, ну, Милли представляет, сколько лет игре она до сих пор. Удивительный факт. Милли и Вию, они имеют совершенно практически полностью разную аудиторию. То есть, это разные абсолютные игроки. То есть, вроде бы игра одна и та же, а нет. Милли и этот, и Смэш Бразерс, и Вию, то есть, это совершенно разные игроки. В топах там и везде там около 20, по-моему, или даже меньше процентов общих игроков там, которые в то и в другое играют. Все остальные только в какое-то одно. Да-да, ну, давай. Ну, тебе я даю беспроводной джойстик. Так, мне достался джойстик крутой. Это, ну, насколько крутой? Вообще, это официальный, настоящий нинтендовский геймпад беспроводной. Называется Wavebird, но у него есть небольшой недостаток, в нем отсутствует вибрация. Видимо, ради экономии батареи. Да, обычная игра. Кстати, посмотрите, может быть, в этой игре есть широкоформатный режим. Настройки. Смотрите. Вайдмены красные. Сейчас зайдем. В некоторых играх, вообще во многих играх, где игру, можно включить широкоформатный режим. Ну, я вообще не знаю. Вайдмены как-то не могу найти. А, вот же, Б. Ну, я нажимал, сейчас не нажимаю. Да, на А нажми. Нажимаю А. Стар. А, стар. Нет, нет. Ну, а где так, тогда. Я один приключу. Так. И линка. Ну, короче, здесь сразу вам скажу, нечестная имба, это вот это вот, айсклимберы, у которых есть инфинит бросок. Просто один раз попадаешься, и все, они тебя убивают моментально. Но для этого нужно сохранить обоих. А откуда, значит, играл на эмбулетры? Нет, я на его же турнир видел. Да, все, до сих пор играю как... Какого года не помнишь? Ой. Начало 2000, да, где-то? 2003. Больше 10 лет точно. Да, до сих пор там, на дисциплине основной. Ты-то знаешь, сколько народу в ней гасятся? Да. Так, еще имбази Star Fox. Это один из сильнейших персонажей, считается. Кстати, про Star Fox я принес шикарную просто игру, обязательно расскажу. По-мареру, нет? Так. О, боже мой. Так, сейчас определим управление. Кружок. Так, я никогда не понимал эту игру. По мне это какое-то месиво на экране. Вот непонятное действие. Тогда, ну, так. Так, шифт что делает? А, правый шифт это блок. И левый шифт тоже блок. Короче, любой шифт это блок. Кэмбичик, блин. О, боже, тяга. Смотри. Че? Так, ты что, побеждаешь, что ли? Да нет, по-моему. 42. Наоборот, мне кажется. Короче, это повреждение. Ооо. Ой. Просто взял браун из того же. Блин, я вообще... Ну, расскажите, по-моему, что происходит. Ну, короче говоря, здесь суть в том, что побеждает тот, кто, это... Кто остается на арене. Если ты вылетел с арены, то ты проиграл. То есть у тебя жизнь потратилась. Как влияет на геймплей? Проценты, проценты, это повреждение твоего персонажа. Чем больше процентов, тем легче тебя выкинуть с арены. Как влияет на геймплей, вот, действия с окружением? Ну, как, напрямую. Как-то рушатся, я так понимаю, смотри, разрешаемости. Ну, это что-то дает, подожди. Только в перебежении. Это, короче, типа, по-моему, тренировочный режим какой-то. Я вот не понимаю. Потому что у нас жизни не кончается. Две кнопки, да, комбинация. Ну, у меня веш, это какой-то, этот, меч вытаскивается. Ну, да. То есть у меня разные эти, стойки есть. Это мой режим какой-то не тот, вы правили, потому что здесь жизни не кончается. Обычно дается 4 жизни и так далее. А вот какое-то время пошло, с вами. Нет, это просто оно закончилось. Дай это, надо в меню зайти. Давай. Давай, а как? Ой, нет, подожди. Нет, пожалуйста. Леди флзнект батл. Так, сейчас. Так, назад. Ну-ка. Ну, все, 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 все. О, как тут сделал. Ну, пожалуйста, прочно. Наверное, турнамент не ли? Наверное, да. А вот внизу написано, что это. Наверное, типа. Так, правило. Давай первый пункт, что там. Сандартный? Вот, от одного до четырех игроков. Я это выбираю. Ну, вот. А, подожди, так вот. Одна, вы просто выбрали 1P, наверное? Нет, Версус Монт. Версус Монт. Теплый, верно. Опции, посмотрите, может быть, количество игроков. А скрин дисплей? Ну-ка, может быть, широкоформатный режим можно включить? Ну-ка. Ой. Че, пасы? Вот, что-то меняется. Меняется резкость-резкость изображения. Ага. Ну, и ничего больше не меняется. Так, ладно. Это все не... Это все фигня. Так. Ну, вроде Версус Монт все правильно. Ну, а дальше, что брать, как бы, не очень понятно. Пикачу что-то мне не понравилось. Ладно. Короче, Пикачу может тащить просто тем, что он... У него есть такая фишка, вот, молния вот так. И он буквально из любой ямы вытаскивает. Че, я не выбрал никакого игрока, алло. Я тоже не выбрал. Б. А, у нас одни где же стоят? Ну, надо считать, какой-нибудь принцессу может. Как ее взять? Ну, А. Начинаю. А, вот все, на Б, а... Блин. А, тебе монетку нужно передвинуть туда, на кого-то играть, да? Да, видимо, да. А вот, а потом на Б и там ее отпустить. Давайте какую-нибудь красивую игру, ну, там корабль есть вот сливать. Подожди, здесь есть этот... Вот он. А, в Покистане. Ой. Вот он. Да, этот стадиум покемонов модифицируется во время битвоков. Ну, это же немножко больше похоже на файтинг. Да. С женщинами. Блин, как ты линдер его? Да. Да. Я уже был пахнут. Видишь, какие спецэффекты там? Цикальное отражение. А-а-а. Вообще, кстати, на Кубе немного таких современных спецэффектов что он у меня делает. Из-за чего игры выглядят довольно так привлекательные до сих пор. О! 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 Ой-ей-ей-ей! Блин, у него... У него оружие, я так понимаю. У нас... Это Лума. Ее можно кинуть. Я помню, мы вчетвером играли в эту игру... Ну, точнее, не в этом, а ее... Б Nine. кстати куб изначально умеет 3d изображения для стереотелевизора но к сожалению ни одной игры не было выпущено так и не знаю ну тогда считалось что телевизор очень дорогие в вообще геймкуб это единственная приставка у нас дома на которой есть игра в которой мы можем играть всей семьей а вот что вы обычно играете всей семьей мы можем играть в марио карты нравится всем согласен например там не супер марио бразерс я не очень люблю у меня дочь женой играют вместе какие-то игры мы с дочкой но единственная игра которая может нас всех объединить это марио карты причем я считаю что марио карты на кубе лучше чем на вии на вию конечно еще лучше по понятным причинам я вию когда-нибудь тоже прорисую обязательно вставку но игра кстати вот новая часть персонажа бразерса она конечно гигантским тиражами там расходится на на вию сейчас вообще персонажей кучу для выпускает я так понял по новостям новая часть смеш бразерс будет стартовой линейки в этом году я все равно не очень понимаем надо разбираться разбираться конечно да управление не очень понятно еще геймпад новый не очень этот геймпад он очень хорош для игр типа зельд ну то есть для 3d adventure вот для таких игр он он шикарист у нас для шутеров от первого лица не так хорош как вот именно для игры понятно это еще то поколение когда все-таки еще искали как должен выглядеть классический джоусси хотя мне кажется сони быстрее всех подошли к концерту на который уже вот сейчас собственно практически не меняется я думаю здесь коми 10 муфлис какой-то вообще здесь попробуй стартам он в дистанне знаю может быть в этом в инструкции к игре на есть комбинации есть комбинации есть комбинации есть просто 10 хитовочек а еще кстати удивительно что они недавно буквально на днях дочь мне папа заставай сухарик он будем играть не кальбор это тема конечно мы достали dreamcast и целый час наверное играли вообще любой ну короче об игре что это смеш браза смели да надо разбираться в управлении не очень понятно что делать кнопки интуитивно нажимаешь как на как на дуал шоке короче но поскольку расположение чуть-чуть не такое поэтому как-то же я забывали какую пробить что я думаю что эта игра на требует отдельно передать другой какой-то формат то есть надо это до разбор такой надо полетом устраивать потому что просто так все это не та игра где знаете сел это не вот и понятно что делать как бы там пощупал удары и все окей то есть тут даже как бы но в америке я повторяю это просто что такое-то нереальное количество людей играет эту игру просто дикое я бы за что